Сегодня свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД России. 3 июля 1936 года в стране была образована Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел. И за 78 лет пройден непростой путь становления, развития и преобразования государственной системы обеспечения безопасности дорожного движения. С действующим сотрудником, а также ветераном Волгоградского ГАИ встретился наш корреспондент Дмитрий Серштанов. Игорь Романов пришел в Госавтоинспекцию Волгограда сразу после армии в 83-м году. Рассказывает, хоть времена и нравы тогда были другие, но и нарушители правил дорожного движения были, и преступников приходилось догонять. Тогда техника это позволяла. Канарейки их называли. Это вазовские модели, в основном вазовские модели от 01-й до 0-6-й. Были на сопровождении Волги с чайковскими двигателями, так называемые дюбеля. Игорь Романов ушел в отставку в 2007 году с должности начальника дорожно-патрульной службы города Волгограда. Времени с этого момента прошло не так много, но вот работы у инспекторов ГИБДД стало на порядок больше. За эти 6 лет, которые я ушел в отставку, на машину очень сильно прибавилось. Инспекторам, ну, если не вдвое, то в полтора раза сложнее стало работать и наводить порядок в городе. Их работа была и остается обеспечивать безопасность дорожного движения, осуществлять охрану общественного порядка, участвовать в рейдах, вставать по тревоге. Они на службе 12 часов в сутки. Более того, сейчас работать инспектором можно только имея специальное образование. При устройстве на работу нужны сотрудники, которые имеют минимум юридическое образование. Почему? Потому что сейчас в настоящее время сложные условия работы. Дело в том, что сейчас транспорт, у нас очень много иностранного транспорта, очень много составляется административных материалов на водителей, которые нарушают правила дорожного движения. Виталий Неграш, 16 лет на службе. По словам сотрудника ДПС, его работа и опасная, и интересная. В то же время необходимо быть готовым и к внештатным ситуациям. Однажды у нас на посту, на Максимке в Советском районе, были случаи, когда сотрудники принимали роды. Это тоже очень интересно. И если бы не вовремя они оказали помощь первую, то, соответственно, было бы все совсем по-другому. Сейчас более 200 инспекторов ДПС несут свою службу на территории Волгограда. Небольшую численность личного состава компенсирует техника. В городе работают специальные приборы, которые способны не только отследить передвижение автомобилей, но и выявить нарушения. Как и 78 лет назад, многие из инспекторов встретят свой профессиональный праздник на работе. Ведь порядок на дороге является залогом безопасности и надежности. Дмитрий Сераштанов, Андрей Гопчук, телекомпания Ахтуба.